Один из крупнейших красноярских авторынков еще никогда не был таким пустынным. Раньше, говорят продавцы, здесь все было заставлено начищенными до блеска иномарками. Их было чуть ли не вдвое больше. Сейчас ряды пустеют на глазах. Бизнесмены винят во всем пандемию. Говорят, многие просто еще не восстановили цепочки поставок после карантина. Рынок будет забиваться, но не до такой степени. Такого не будет изобилия. Специалисты объясняют причин, почему красноярские авторынки пустеют, несколько. В основном машины к нам привозят из Азии, еще часть из Европы. Такие иномарки нужно обязательно растамаживать. Курс евро и доллара постоянно растет. Из-за этого некоторые популярные модели в среднем уже подорожали на 150-200 тысяч. Покупательская способность при этом наоборот упала. На сегодняшний день покупательская способность людей настолько мала стала, что вторичного рынка нет на рынке. И это замкнутый круг. То есть, для того, чтобы автомобиль приобрести, его нужно продать. А люди сейчас минимум продают свои автомобили. Потому что, чтобы его обновить, нужно добавить средств. А на сегодняшний день у большинства покупателей нет такой возможности. Дефицит автомобилей есть и в популярных автосалонах. Наличия нет как премиальных, так и доступных марок. Машины горожанам приходится ждать по полтора-два месяца. Причины, говорят, дилеры тянутся еще с весны, когда работа автосалонов была под запретом. Но постепенно ситуация все же налаживается. Сбоя в поставках сейчас на данный момент нет. Но количество автомобилей, выделяемых дилером по Российской Федерации, оно ограничено. Сейчас есть некий дефицит автомобилей ходовых комплектаций. И если клиент хочет приобрести такой автомобиль, да, он вынужден немного подождать. Но у нас есть альтернативы. Каждые дилеры идут навстречу своим клиентам. Между тем, эксперты авторынка уверены, ситуация еще какое-то время будет напряженной. Полностью дефицит исчезнет не раньше весны 2021 года. Екатерина Любим, Максим Галат и Алексей Овсянников. Енисей. Новости.